Друзья, я вас приветствую. В первую очередь поздравляю вас с праздниками, начиная с апреля. Вот сейчас майские праздники, их действительно было много. И православные, и не всем известные, не всем понятные. Это такие, как Бельтайн, Вальпургива ночь. Но для православных это был День памяти Матроны Московской, это День Богородицы, Страстная пятница, это Чистый четверг. В общем, ребят, было очень много всего. Сегодня у нас 4 мая, завтра у нас Пасха. Что хочу сказать. Продолжайте делать чистки, молодцы. Правда, единственное, вот этот темп чисток, кто не убавил, можете подубавить, можете немножко выдохнуть, потому что тема сегодняшнего расклада называется «Ваша крыса в тупике». Данная тема расклада, она не просто так возникла, потому что при поиске темы подходящей в эти дни мне сразу выпала карта «Коса, крысы и тупик». Ну, собственно, отсюда и возникло название. Более того, сейчас был период, опять-таки, многие считывали, вот эти энергии считывают отсечение привязок. Опять-таки, привязок и магических, и немагических, да, каких-то, ну, социальных, каких-то личностных, да, привязочек, ну, привязанности, да, скажем так, возможно, так будет полегче воспринимать. Поэтому сегодня по трем вариантам мы посмотрим, да, кто это ваша крыса. Кстати, 4 мая, еще не поверите, Международный день крыс. Поэтому, так как смотрят и те, и другие, да, крысам посвящается. Ну, вот посмотрите, что вам прилетит. Итак, начинаем. Так, ребят, сохранила видео. Почему? Тоже такой важный момент обязана донести. Сейчас эти дни у многих из вас глючила техника. То есть это мигание-моргание света, это сбой, ну, сбой в технике, короче. Это тоже не просто так, да, часы, часы, видимо, стопудово. Потому что происходит смена энергии. И, то есть так как у нас, да, сейчас увеличивается и день, и свет, безусловно, то есть энергии, конечно, тоже меняются, обновляются. Итак, смотрим по трем вариантам. Так, сегодня тоже, да, без сигнификаторов. Так, первый вариант, смотрим вашу крысу. Да, и тоже будем дораскладывать. Второй вариант, смотрим вашу крысу. Кто это, да? И третий вариант, смотрим вашу крысу, либо крысу. Так, далее мы посмотрим, что делали. Ну, здесь по одной карте первый вариант, второй вариант и третий вариант. И, соответственно, да, посмотрим, ну, почему в тупике. Да, мы понимаем, что чистки идут в любом случае, да, рано или поздно. Прорывается, да, вот этот момент, потому что сейчас же взяли моду. Ну, опять-таки, это не то, что взяли моду, это всегда было. Ставят же замки, всякие закрепы на свои, да, там эти работы. Поэтому сейчас тоже идет массовая энергия. Вот это все снимается, сходит. Ну, плюс, опять-таки, тот, кто работает, да, тоже все это снимает. Так, первый вариант, да, почему ваша крыса в тупике. Второй вариант, почему ваша крыса в тупике. И третий вариант, почему ваша крыса в тупике. Ну, и будем, да, дораскладывать, смотреть. Так, третий вариант пока мы отставляем. Второй вариант мы тоже пока отставляем. Так, первый вариант, я вас приветствую, смотрю вас, да, вашу крысу. Так, вашу крысу, смотрите, здесь такой момент, да, по карте лилии. То есть, во-первых, здесь действительно человек либо уже проявил, да, проявился перед вами, либо проявится, то есть, сейчас я попытаюсь это сформулировать. То есть, по карте лилии, да, человек такой прям высоких, да, честных духовных правил. То есть, такой вот может быть, да, действительно набожный, чистенький. Вот прям даже, не знаю, матом не ругается. Вот, ну, такие, да, вот есть чистюли правильные, прям до тошноты. Но это все притворство здесь, да, либо если, ну, либо здесь уже просто много уже поняли, да, вот эти вскрылись маски, уже раскусили, кто есть кто, да, но, тем не менее, то здесь еще человек, да, в плане безденежа, то здесь действительно проблемы с деньгами, да, это вот, ну, финансовый канал, финансовый ресурс, то есть, а что с ним такое? Ну, кризис, да, то есть, неважно, там, заблокирован, забит, но, опять-таки, да, если это ваша крыса, мы понимаем, почему. То есть, кризисы, здесь болезни, здесь действительно деньги, да, либо они не приходят, либо они утекают, как вода, и вообще все, что связано, да, с вот этой энергией, то здесь вот болезненный ресурс, потому что все-таки по карте безденежье, да, и болезни смерть. Ребят, здесь еще лили и смерть, я еще хотела сказать вначале, здесь ваша крыса лишилась поддержки мира мертвых и лишилась поддержки своего рода. Вот, секундочку. Смотри! Так, я прошу прощения, дети, кошки тут еще. Так, то есть, да, здесь ваш, ваш недоброжелатель лишен, лишен помощи мира мертвых и, в первую очередь, своего рода. Здесь уже отказались родовые от вашей крысы. То есть, здесь уже не принимают его. Ну, давайте поподробнее раз. Так, здесь сила, здесь действительно человек обладал силой, применял силу, да, и когда я говорю силу, мы понимаем, да, у меня канал тоже магический, практический, поэтому мы понимаем. Тем более здесь человек, да, действительно работал с миром мертвых. Ну, опять-таки, да, кто бы удивлялся, ну, кто где работал, да, как говорится. Здесь, видите, еще смерть ложится на оторжение. Здесь человек, я вам так скажу, он все знает. И сила Лилия, он очень сильно притворялся, очень сильно долго, да, держал вот эту маску, марку, хочется мне сказать. И смерть и оторжение человек не принимает смерть. Здесь либо на самом деле, здесь либо, да, вот у вашего врага, по первому варианту, какая-то болезнь, да, причем неизлечимая, возможно, он знает об этом, да, возможно, еще не знает, но здесь человек четко, ну, здесь четко понимает, что кто за ним идет, ребят, подчинение. То есть здесь уже, понимаете, какое дело, здесь уже вот кто бы этого ни был, здесь не показывается, мужчина, женщина, но этот человек, он уже вот в подчинении, да, вот уже самой смерти. Все, расходы. Здесь, смотрите, здесь ваша крыса платит денежки, платит денежки, чтобы освободиться от мрачных мыслей. Пока ордитучи, то здесь, конечно, еще депрессняк жесточайший. Здесь идет непринятие, да, непринятие того факта, что как бы все, ну, здесь вот реально все, здесь тупик. То есть здесь человек пытается освободиться, именно, да, ментал почистить, вот эти всякие мысли, да, ну, плохие убрать. Здесь, смотрите, здесь человек, во-первых, их, нет, здесь обращение к нескольким идет, и мастерам, да, и все, здесь, здесь, во-первых, несколько людей, это раз, во-вторых, как бы, да, по карте шабашу. Ну, вот шабаши наказали, разогнали. Здесь пришло наказание, ребят, пришло, либо придет. Вот. Ну, что ты, морда моя, сидишь, иди сюда, иди, иди, иди сюда. Сейчас вылезет, покажется вам. Все бездействие. Здесь вот конкретно по первому варианту здесь ваша крыса в тупике. Так, посмотрим, что делала. А, ну, блин, понятно, порча на подарок. Ребят, ну здесь, ну, что говорить, это самое, да, самое простое, самое банальное такая, да, скажем так, карта, программа, да, порча на подарок. То есть заговаривают, заколдовывают, начитывают, сбрасывают, да, что угодно. Опять-таки, что-то дарят вам, да, либо что-то берут у вас, то есть тоже хреначит, ну, как бы хреначит на вашу вещь, да. То есть вы даже можете подарить от чистого сердца, да, там, вашему вот этому дурачку, ну, понятное дело, да, вы еще там не знаете, что он дурачок, подарок, да, от чистого сердца. Но так как там остается, да, вот такой вот энергетический след, ваши энергии, то есть тоже могут воспользоваться. То есть здесь за что гребет? Порча на подарок. То есть здесь, опять-таки, ребят, что вы сделали? Здесь вы, а мы сейчас, кстати, досмотрите, либо выкинули, либо почистили, да, либо там подсказали, помогли. Вещи сами могли, там, не знаю, упасть, разбиться, сломаться. То есть здесь, ну, опять-таки, они обнулены, то есть они не работают. И здесь еще в основе, ребят, да, все-таки зелье у нас падает, и порча на подарок, это все-таки здесь больше связано с какой-то жидкостью. Ой, как замечательно, начинаются эти глюки, память хорошая, а заканчивается. То есть здесь, да, что может прииграться в подарок? Сто пудово, это 99%, то есть дарят какой-то там алкоголь, чай, да, тоже подходит, чай, кофе. Хоть-хоть даже там, да, и в сыпучем порошке, то есть в виде травок. Это тоже считается, на чай, знаете, как можно, короче, навертеть. И духи какие-то, флакончики, то есть, ну, какие-то жидкости. Да, это не для всех, но вот все-таки, ну, 90% это так. То есть здесь еще стоял морок. Здесь еще дело в том, что вы могли долгое время, ну, просто в упор не видеть, не замечать, да, этого подарка. Ну, и вот она, пожалуйста, лиса, привязь и дьявол. Здесь была поставлена привязка через эту вещь, да, лисой. И, опять-таки, лиса не показывается, но говорит о том, что это стратег, блин, и лиса, и дьявол – это песец. Здесь такие, здесь, во-первых, полная ваша противоположность, человек, да, вы в реальности, вы в жизни не подумайте, что это тварь, да, которая еще занимается колдовством. То есть по карте лиса – это, да, и дьявол – это нереальный стратег, то есть здесь просто прощупывали, да, прогадывали, просматривали, то есть вообще вот вплоть по секундам. Опять-таки, да, лиса, кто это такая? Да в жизни не догадаетесь. Вон они, вспоминаете, да, по сказкам лисы, вон они сладенько поют, да, сказка про колобка. Радуга, ребят, у вас здесь радуга, то есть почему, да, ваш дурачок, ваша крыса, ну здесь крысы в тупике, потому что здесь сошла привязка, то есть наконец-таки, опять-таки, вы могли уже, допустим, месяц назад провести там какую-то чистку, да, например, по устранению подкладов. У меня очень много таких чисток было в одно время, кстати, да, есть в открытом доступе, вот, опять-таки, да, много с кем работало индивидуально, именно с этого работы и стоит начинать, да, потому что если до хрена магии, ну это логично, что как-то там, да, либо подкладами, либо какими-то привязками поддерживают эти каналы, поэтому как бы, ну, чиститься обязательно нужно, но, да, сначала мы понимаем, нужно всё это, почему я говорю, нужна всегда необходима тотальная диагностика. Так, здесь, смотрите, здесь ваш враг потерял шанс, да, почему? Потому что у вас радуга, у вас сейчас возвращается настроение, ваш ресурс, ваши мечты, какие-то идеи, ну опять-таки, да, ну вот радуга и дьявол, да, ну мы понимаем, да, насколько это разные символы, то есть в каких энергиях вы, да, в каких энергиях ваш враг. Ну почему хорошо ещё в тупике? Ну метла, ну ребят, ну конечно, опять-таки, потому что проводите чистки, да, потому что, ну, не бросали, потому что не сдавались. Опять-таки, здесь ещё может говорить о том, что, потому что, знаете, почему вот, ну вот всё чётко, да, почему в тупике, потому что устранены последние вот эти, да, вот подарки, вещи, да, какие-то подклады и всё, что с этим связано. А с человеком вы уже не общаетесь, то есть у него нет возможности что-то вам принести, подарить, да, как раньше, либо что-то взять у вас, ну либо оставить подклад, ну хотя опять-таки оставить подклад, это тоже там, да, идут на многое. И такое было здесь тоже, это может проиграться, что посылали через других людей, там вот, вот, то есть тут жесть, ну тут жесть, но, да, суть такова, что всё, враг в бездействиях, вот мы это видели, да, пожалуйста, ключевое. Опять-таки, вот, ваша чистка, да, потому что молодцы, кто чистится сами, да, продолжайте, кто, да, там работает с мастерами, поблагодарите ваших мастеров, да, и продолжайте работать, но строго, да, строго с диагностикой. Поэтому, ну что здесь? Ну, ребят, тяжёлый, тяжёлый нож о справедливости, унижении. Ваш враг унижен, повержен, опущен в депрессии, да, если вот кому это нужно знать, важно, да что ж это, как бояться, прям выключается. Кому это нужно важно знать, вашему врагу очень-очень-очень плохо. Видите, а и смотрите, как интересно, тяжёлый нож на бездействие выпало, то есть здесь всё, здесь по справедливости, да, тоже карта унижения, то есть всё, здесь попытки, здесь ничего не работает, всё, просто всё. Да, и опять-таки, да, знак паутины, да, это может, да, паутина, ух ты как, паутина, гроб, письмо и воздержание. Во-первых, со многих из вас сошёл переклад, это раз, какие-то заключённые, контракт, да, вот это всё печать разорвана. Два, так, вот она ещё, княгиня, выходит душевные муки. Здесь какая-то бабца всплывёт в вашем пространстве, вы получите изместие паутина, гроб. Здесь, судя по всему, на вас есть вероятность того, что делали паучью порчу, а это такая поганая штука, она реально распространяется, расползается, и начинаешь снимать, она там цепляется за другой ресурс. Ну, тоже такая тема, причём здесь тоже могут быть проведены ритуалы, именно связанные, да, у нас здесь выходила в начале карты и коса, да, и смерть, и всё. То есть что-то закапывали, прикапывали, однозначно здесь работы проводились на кладбище, на погосте, то есть вот с мёртвой землёй ещё идёт, с мёртвой водой. Ну, здесь больше земля, то есть могли действительно приносить, подкидывать, и опять-таки, да, воздержание княгиня, всплывёт какая-то баба, ну, опять-таки, что узнаете? Ну, здесь опять сочетание душевное. Да что ж такое начинается, нужно срочно чистить телефон. То есть поняли, да, опять-таки, смотрите, карта собака. Здесь может произойти так, что прилетит тому, кто помогал. Но в любом случае вы узнаете, и здесь разбитое сердце, и бесплодие, и работа, всё, карма и бумеранг. Здесь идёт кармический чпок, защищает вас, здесь какой-то мужчина, кстати, и защищает вас от морков, именно вот бережёт до зоны ментала. И почему вас теперь поняла, защищает мир мёртвых, то здесь кто-то из ваших предков, мужчина, вас защищает какой-то мужчина, тоже, если вам это важно было знать, имейте в виду. Так, с первым вариантом заканчиваю, что-то тут совсем прям туго идёт в том плане, телефон, правда, очень сильно виснет. Но, что здесь, да, по максимуму информацию сказала, показала, сейчас будем переходить ко второму варианту. Так, второй вариант, я вас приветствую, сейчас сохраним. Так, поехали, сохранились. Так, второй вариант, смотрим вашу крысу. Так, ваша крыса – это человек, человек, ну, человек-одиночка, да, человек-отшельник, человек, который мог сознательно, да, вот принять вот такой вот выбор. Ну, вот по кайфу, да, ему, может быть, одному находиться. Опять-таки, да, эта карта очень часто говорит о том, что человек, ну, может быть, там, да, либо вдова, либо вдовец, то есть тот, который проживает один, и ему это нравится. Человек находится в стадии защиты по карте клевер и марионетка. Здесь человек действительно потерял все шансы, да, потерял какую-то веру, надежду и любой, хочется ещё сказать. Ну, всё, жесть, память заканчивается, да, шанс на исцеление. Так, друзья, ну, я экстренно чистила телефон, потому что вообще невозможно работать. Опять-таки, да, те, кто делает потоковые расклады, те, кто, да, занимается чистками, как только начинаешь что-то говорить, да, доносить какую-то истину, то есть нормально, что происходит чехарда. Поэтому, да, не зацикливаемся на это. Ты чего тут? Ты чего вы тут дерётесь? Какой-то трындец происходит. Так, да, ваш вот этот отшельник находится, ну, в каких-то таких оборонительных действиях. Так, от чего защищается-то? От вас, походу. Так, ну, во-первых, с него сходит защита, понятно, с него сходит защита. Здесь уже сразу могу сказать, почему ваш враг в тупике, да, кто это, потому что здесь не работает его защита. То есть здесь вот клевер, то есть здесь он вылезал за счёт защит. То есть почему не долетали там ни бумеранги, ни откаты, да, то есть, ну, вот как-то вот был застой, да. Давайте рассмотрим этого отшельника, кто такой лёд. Ну, он заморожен, он заморожен, опять-таки, в издержании письмо, либо он не может как-то с вами связаться, да, опять, причины могут быть разные. Либо здесь ещё всё-таки, знаете, что отшельник и письмо. Здесь два человека. Здесь потеряна взаимосвязь между такими-то людьми, вот этими крысами, которые, да, вот вам, вам обредили. Сейчас, подождите, я скажу. Да, тоже здесь то же самое. Здесь произошло, блин, и здесь то же самое, ребят, душевные муки, потому что обнулили. И здесь карта смерти. Здесь случилось какое-то… То есть, здесь обнулили смертью. Вот здесь в прямом тоже значение. И карта земля. То есть, здесь действительно, опять-таки, это либо произошло, либо вот произойдёт. Но это массовые энергии, и их давно считывали. Чё-то тут кто-то это, да. Очищение. Смотрите, опять-таки, очищение, да, и смерть. Здесь обнулены все чистки вашего врага. Это первый момент. И уже сама смерть запрещает чиститься вашему врагу. То есть, будет чиститься, быстрее отойдёт, я так скажу. А там хорошо по карте смерти. Там уже прилетело, да. Что за разрушение? Что случилось? Как обнулили вашу крысу? Журавли. Слушайте, здесь ещё нет. Здесь вот прям вот-вот. Это ещё не произошло. Карта журавли – это ещё, как бы, скажем так, в процессе. Это в процессе. Здесь действительно смерть в процессе журавлей. Это, ну, важные перемены, да, и достаточно скорые. Здесь ещё это не произошло. Здесь пытаются избежать, опять-таки. Но здесь произойдёт изменение судьбы, да, течение жизни, как хотите. Серьёзно, а что делал человек-то, я сейчас скажу вам? Понятно, родовые отработки. А если мы видим такую тему, это уже говорит о многом. Здесь, ну, здесь, скорее всего, всё-таки по карте письмо. Скорее всего, перекидывал, перебрасывал, да, вот. То есть, да, здесь, конечно, по второму варианту могут быть, да, и ваши родовые отработки. Но мы-то смотрим всё-таки врага, что вам делал. То есть, вы отрабатывали чужую карму. Это что тут происходит у меня? Совсем офигели. Так, что делали-то с родовыми отработками? Ну, не своё вытянули, понятно, родовые отработки, перерождение. Вы бы здесь уже давно бы прошли и трансформацию, и чё бы здесь только не было, но вам мешали, да. Вы не могли переродиться. Опять-таки, родовые отработки ваши или скинутые маска. Здесь ещё есть, похоже, какой-то непроглядик. Какая-то непонятная история, скрытая, так хочу сказать. Подождите, давайте досмотрим, почему всё-таки ваш враг в тупике. Борьба совы-князь. Враг ваш. Здесь какие-то трудности у какого-то мужика, либо с каким-то мужиком. И, скажем так, здесь не до борьбы с вами. Вот сейчас будем разбирать. Здесь либо, как бы, да, ваша крыса сейчас занимается каким-то вот князем, да, что-то ему прилетело, очень похоже. Опять-таки, сила. Либо здесь какой-то мужик, да, опять-таки, князь вот этот вот он. Всё-таки и совы, и сила. Да, совы – это тоже такая карта экзотерическая. Здесь тоже, ну, проблема с силой, скажем так. Здесь, ну, ритуалы могут не ложиться. Здесь человек видеть перестал. То есть, ну, вот она борьба метла. Опять-таки, всё. Здесь, смотрите, здесь, здесь такое чувство, что произошёл реально скандал у вашей... Почему-то хочется сказать жаба. Ваши крысы с... А кто такой этот князь? Ангел. Ну, двуручник, освобождение, тяжелый нож, унижение, мужчина и женщина, блядь. Ой, как... Тут так всего замешано. А тут такая история. Тут была кучка, шайка. Здесь и мужчина, и женщина. Здесь женщина обращалась к мужчину, к мужчине, причём не к одному. И что тут с мужчиной? Ну, паучиха она, да. Находит она, кстати, да, находила мастеров, ну, вот, через интернет, как-то там, да, через, там, советы, рекомендации, короче, такая, как... Простите, как шлюшка бегала по мастерам ещё, да, заказывала вот эти работы. Знаете, как это проигрывается? У кого-то почистилось, там, да, у одного мастера, у другого мастера, там, блядь... Ой, я извиняюсь. Порчу заказала, у третьего мастера, там, защиту заказала. Ну, это как, это шлюшки, конечно, такие вот эти вот колдушки. Но, опять-таки, здесь закрыто знание. Почему бегала, почему начинает бегать по мастерам? Я поняла, мастера отказываются, потому что здесь ваши крысы потеряли знание, здесь закрыто знание, здесь не могут использовать ни ясновидение, да, ничего, ничего. Здесь всё. Это вот как рыба, да, как рыба на суше. То есть человек, который там обладал силой, он это знает, что это такое. И он знает, что это такое, когда её лишают, опять-таки, да. Почему вот эти твари закрывают, да, светлых, чтобы вот они воруют эти знания, да, вот эту энергию. Вот, потом, когда мы начинаем чиститься, соответственно, там, высший-низший, да, вот это всё возникает баланс. Нам всё это возвращается, а у них там всё наглухо закрывается. Здесь тоже почему, да, ответный вопрос, почему ваши, да, крысы в тупике, потому что знание закрытое, помощи нету. Здесь вот такая вот история. Поэтому здесь тоже чистки я вижу, молодцы. Так что здесь, опять-таки, да, он такой, достаточно, да, второй вариант. Ну, первый вариант, он был более понятный. Но я не буду на нём останавливаться, есть ещё и третий, да, поэтому за более там подробными уже лично обращайтесь. Так, третий вариант, я вас приветствую. Второй благодарю. Смотрим третий вариант, вашу крысу. А здесь была, да, ваша, как бы, ваша крыса, она либо в закольцовке, так, либо она работала в союзе. Здесь какой-то, точно какой-то союз уже расторгнут. Здесь ваша крыса точно не одна и воровали вместе. Здесь идёт тоже отсечение. Здесь они не получат свой урожай. Сейчас я рассмотрю вот это кольцо. Это союз, закольцовка. Что это такое кольцо? Ну, жадность три. Да, ребят, это точно, здесь разрушился какой-то союз, какой-то там тандемчик, да, вот этот. Здесь вот действительно, ну, скорее всего, крадники, да, вот эту всякую тему ставили. Вот, здесь идёт сейчас период отсечения, да, ещё по карте коса, то есть как сбор урожая. У них своего дерьма, да, у вас своего. Здесь ещё, кстати, молодцы те, кто, да, проводили чистки, такие хитрые чистки, то есть вы ставили, ну, если есть на вас крадник, да, то есть ставится программа, ну, пусть, значит, всё дерьмо как бы и забирают, да, себе обратно. То есть как бы крадник, ну, вот работает как... Ребят, здесь привязка, здесь заключённый, ладно, да, я сейчас по потоку. Что делали? Это я ещё, да, не смотрю так, что-то я затупила на третьем варианте, какие-то сообщения пошли. Слушайте, третий вариант здесь тоже очень похожий, здесь была какая-то ментальная привязка, здесь как, короче, вас через сон в ночное время здесь вас могли, да, лупить, то есть здесь вот как-то проблема со сном, либо не можете выспаться, да, либо вот как-то это, ну, сны какие-то такие тяжёлые, вязкие, что-то по ночам. И опять-таки всё-таки письмо-якорь, ну, да, как заключённый контракт, какая-то, да, заказная работа похожа на это. И опять-таки, да, на ваше солнышко, на ваш ум здесь тоже воздействие на голову было. А чё, чё делали-то, блядь, говорю, я и карта марок. Ну, вот она, по-вашему, да. Здесь чётко влияние на голову, хорошо. А чё боялись-то, чё, чё? Ну, здесь воровали, да, опять-таки, если влияние на голову, чё воровали? Ваше солнышко, ваша идея, ваше хорошее настроение, ваш позитив, ваш ресурс, вашу, как бы, да, вашу чистую энергию, ваши мысли. Ну, я уже повторяюсь, чё там под мороком? Ну, опять-таки, Луна, всё, что связано с мышлением. И опять-таки, Луна, женщина-сила. Здесь у вас действительно, здесь могут меня, да, смотреть даже рица гекаты, да, всё-таки, ну, гекаты у нас бакини луны, то здесь всё-таки такие лунные, да, лунные девочки меня смотрят. То есть те, кто проработал уже, да, свою теневую сторону, ну, либо там, да, идёт как бы в процесс проработки, здесь тоже меня смотрят двуручники, да, то есть те, которые могут и с той, и с той энергией взаимодействовать. Вот поэтому здесь чётко работа, да, работала баба, лепила вот эти мороки, то есть что там, да, что скрывалось под ними, чтобы вы не осознавали свою силу, свой ресурс, свой потенциал, чтобы вообще как бы были не в теме магии. Нахрена там? Ну, там как бы это невыгодно. То есть здесь какая-то тварь жила на ваших ресурсах очень долгое время, то есть здесь украли ваше солнышко. Но отторжение здесь, смотрите, здесь тот, кто работает с магией огня, продолжайте, это раз у вашего врага произошёл, ну, если помогал, то есть, да, как бы, если помогал огонь, там, да, если ваши там дурочки, вот эти дурачки работали со свечами, либо вам ставили какие-то, да, блоки, потому что здесь огонь вам помогает очень хорошо, то есть сейчас тоже пойдёт прорыв, то есть вы можете, ну, вы могли одно время жечь свечи, они как бы, да, ни хрена не помогали. Ну, вот потому что такой вот был морок. Хорошо, почему ваш враг в тупике? Древо, темница, медведь. А потому что здесь закрыт, да ещё и по состоянию здоровья, кто-то из старших родственников. Ну, он и помогал, это может быть, там, да, там, мать, тётка, там, мать и дочь, да, там, тётка и племянница, ну, то есть кто-то вот из старших. Кто этот медведь? Святая вода. Ой, нет, здесь медведь, знаете, здесь не совсем старший родственник, и здесь какой-то, как бы, как покровитель, не покровитель, здесь чей-то, ну, хочется сказать, почему-то мужик, мужик в тупике, здесь чистили какого-то, скорее всего, знаете, карта медведь, как это сказать, вот. Ну, да, как покровитель, так тут, как, блин, не могу это слово, но почему-то, не знаю, по третьему варианту, вот чётко мне хочется сказать, именно по третьему варианту, здесь кто-то потеряет своего папочку. Папочку, вы поняли, в каком я значении, да, имею в виду? То есть тот, кто спонсировал, спонсор. Вот, господи, спасибо, вспомнил спонсор. Вот здесь такая тема. Не знаю, кому это подойдет, но душевные муки и иллюзии. Здесь по третьему варианту опять знаете, что уже, скорее всего, проигралось. Здесь такое количество воровства, здесь такое количество влияния на вашу голову было, что здесь, скорее всего, действительно проиграется вариант, что у кого-то уже забрали мужа, забрали того, кто, да, зарабатывал деньги, там, содержал семью. То есть лишили, опять я забыла это слово, как не главу дома, добытчика, то есть тот, кто вот добывал деньги, и тем самым лишили стабильности. Опять-таки, у кого это не произошло, это идет неизменно. Здесь пытаются снять остудо, здесь ваши враги в застое, но еще, смотрите, по третьему варианту, говорят, еще дочистите-ка, так как мороки здесь тоже такая тема, да, такая она отдельная, серьезная. И вообще я рекомендую, да, все чистки начинать именно с зоны головы. Вот мне не нравится, что здесь может у вас быть застой, какая-то остуда. Я, кстати, первый расклад хотела сделать именно на ту тему, такой расклад ритуал снятия остуд. Сущность. Кто это на вас? Нет, нет, ребят, здесь остужена ваша ведьма. Причем по карте сущность реально одержимая, это раз. Во-вторых, злая, опасная, агрессивная, непредсказуемая, двуличная. Ну, тут стрёмно, человек опасный, причем, опять-таки, здесь эта семья, здесь это ваши роднички, сроднички, стопудово. Чистите свою семью, ребят, чистите через, просите предков, просите мир мертвых, да, то есть не надо этого пугаться, просите своих родовых. Это вот вам очень такой совет. Дом, да, еще вам поможет место силы, это раз. То есть ваш дом, да, дом вашей семьи, вообще дом вашей семьи, это ваше место силы, вы тоже должны об этом знать. Здесь игры заканчиваются, ребят. Все, здесь вышли ваши родовые. И снова. Потому что здесь были блокировки, да, были вот эти вот перехваты. Помните, я говорила в предыдущем видео, и расклады я делала, да, и чистки закрыты именно, что вот буквально недавно, да, валили наших животных, наших реально детей, то есть, да, вот расшатывали, выбивали из колеи. Маска, ребят, помните, я говорила, маска, здесь баба, здесь вскроется ваша, это женщина. Она с вами борется, боролась, но за ней стоит еще кто-то. Причем по карте карма, она, ну, все, это неизбежно. Во-первых, все-таки карма и борьба – это реально кармическая ваша тема. Это раз, а два, она, ну, да, все-таки по карте карма неизбежность, вот срыва вот этих масок. И мужчина здесь, здесь мужчина и женщина, это ваши, они бесплодны, все. То есть, да, ответ на ваш вопрос. По третьему варианту уже все заканчиваем. Здесь тоже враги в тупиках, в бесплодии, да, как хотите. Просто хочу на этом завершить расклад. Ждите, проявится. Ждите, проявится. Это два человека, да, и, ну, вот они, они еще связаны между собой. Это может быть брат и сестра, это может быть, да, там, муж и жена. Ну, здесь вот такая парочка. Так, все, я вас благодарю. Так, да, что-то я хотела добавить, но, наверное, на этом и закончим. Замечательных вам праздников. Отдыхайте, радуйтесь жизни. И помните, своими мыслями мы сотворяем мир. До новых встреч!